С-200 советский зенитно-ракетный комплекс дальнего радиуса действия предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Первоначальная версия комплекса была разработана в 1964 году с целью замены незавершенной противоракеты РЗ-25 5 вольта 11 даль на вооружении с 1967 года. Следующим комплексом, разработанным в СССР для поражения целей на больших дальностях, стал ЗРК с 3 местами ракеты. Пуск ракеты осуществляется с помощью четырех твердотопливных ускорителей суммарной тягой в 168 тонна сил устанавливаемых на корпус маршевой ступени ракеты. В процессе разгона ракеты ускорителями запускается маршевый жидкостный реактивный двигатель, выполненный по открытой схеме, в котором в качестве окислителя используется смесь АК-27, а горючий ТГ-02. В зависимости от дальности до цели ракета выбирает режим работы двигателя с тем, чтобы ко времени подлета цель и остаток топлива был минимально достаточным для повышения маневренности. Максимальная дальность полета от 160 до 300 километров. В зависимости от модели ракет, ракета имеет длину 11 метров и стартовую массу 7,1 тонны. Из них 3 тонны приходится на ускорители. Скорость полета ракеты от 700 до 1200 метров в секунду. В зависимости от дальности, высота зоны поражения от 300 метров до 27 километров для ранних и до 40,8 километра для более поздних моделей. Глубина зоны поражения от 7 километров до 200 километров для ранних и до 255 километров для поздних модификаций. Бортовая электросеть в полете питается от бортового источника питания 5E43, включающего в себя турбину, работающую на тех же компонентах топлива, что и маршевый двигатель ракеты. Гидроагрегат поддержания давления в гидравлической системе рулевых приводов и два электрогенератора. Ракета наводится на цель, используя отраженные от цели луч радиолокатора под света цели. Полуактивная головка самонаведения расположена в головной части ракеты под радиопрозрачным обтекателем и включает в себя параболическую антенну, диаметром около 600 мм и ламповый аналоговый вычислительный блок. Наведение осуществляется методом с постоянным углом упреждения на начальном участке полета при наведении на цели в дальней зоне поражения. После выхода из плотных слоев атмосферы или сразу после старта при стрельбе в ближнюю зону ракета наводится по методу пропорционального наведения. Боевая часть. В ракете 5 вольт 21 устанавливается осколочно-фугасная боевая часть 5 байтов 14 ше. Область поражения, которая представляет собой сферу с двумя коническими вырезами в передней и задней полусферах. Угулы при вершинах куносов разлета осколков равны 60 градусов. Статический угол разлета сферических поражающих элементов в боковой плоскости равен 120 градусов. Такая боевая часть, в отличие от боевых частей ЗУР первого поколения, имеющих узконаправленное поле разлета П, обеспечивает накрытие цели при всех возможных условиях встречи ракеты с целью. Поражающими элементами боевой части являются остальные элементы сферической формы, имеющие начальную скорость разлета в статике 1700 метров в секунду. Диаметр поражающих элементов 9,5 мм и 7,9 мм. Всего 37 тысяч штук элементов. Масса боевой части 220 кг. Масса разрывного заряда взрывчатого вещества ТГ-2080 – 90 кг. Подрыв производится по команде активного радиолокационного взрывателя при пролете ракеты в непосредственной близости от цели. При срабатывании БЧ формируется коносообразное поле ГП по направлению полета с наклоном примерно 60 градусов от продольной оси ракеты. В случае большого промаха, БЧ подрывается в конце управляемого полета ракетой по пропаданию бортового питания. Существовали также варианты ракет с ядерной специальной боевой частью для поражения групповых целей. Наведение на цель. Ракета 5 вольт 21 ампер имеет полуактивную головку самонаведения, основным назначением которой является прием отраженных сигналов от цели. Автоматическое сопровождение цели по углам, по дальности и скорости до старта ракеты и после ее старта до встречи с целью. Выработка команд управления на автопилот для наведения ракеты на цель. Выработка команд управления в головке самонаведения производится в соответствии с самонаведением по методу пропорционального сближения или с самонаведением по методу постоянного угла упреждения между вектором скорости ракеты и линией визирования ракета. Цель. Метод самонаведения выбирается цифровой вычислительной машиной радиолокатора подсвета цели до пуска ракеты. Если время полета ракеты до точки встречи больше 70 секунд, то применяется самонаведение по методу постоянного угла упреждения с автоматическим переключением на 30 секунде полета на метод пропорционального сближения. Если время полета ракеты до точки встречи меньше 70 секунд, то применяется только метод пропорционального сближения. В обоих случаях независимо от дальности стрельбы встречи ракеты с целью происходит методом пропорционального сближения. Ракетный дивизион. Каждый дивизион с 200 имеет 6 пусковых установок 5П72, аппаратную кабину к 2 вольта, кабину подготовки к старту к 3 вольта, распределительную кабину к 21 вольту, дизельную электростанцию 5Е67, 12 автоматических заряжающих машин 5ю 24 секунды ракетами и антенной посток 1 вольт с радиолокатором подсвета цели 5 ньютонов 62 вольта. Состав зенитно-ракетного полка обычно входят от 3 до 4 дивизиона и 1 технический дивизион. Радиолокатор подсвета цели. Радиолокатор подсвета цели. Система с 200 имеет наименование 5 Ньютонов 62. Дальность зоны обнаружения около 400 км. Состоит из двух кабин, одну из которых составляет собственно радиолокатор, а во второй находится пункт управления ЦВМ. Пламя КВ. Используется для сопровождения и подсвета целей. Является основным слабым местом комплекса. Имея параболическую конструкцию, способен сопровождать только одну цель. В случае обнаружения отделяющейся цели вручную переключается на нее. Имеет высокую непрерывную мощность в 3 кВт. С чем связаны частые случаи неверного перехвата более крупных целей. В условиях борьбы с целями на дальностях до 120 км может переключаться в сервисный режим с мощностью сигнала 7 Вт для уменьшения помех. Общий коэффициент усиления 5-ступенчатой системы усиления понижения частоты около 140 dB. Основной лепесток диаграммы направленности двойной. Сопровождение цели по азимуту осуществляется по минимуму между частями лепестка с разрешением в 2. Узкая диаграмма направленности в какой-то мере защищает РПЦ от оружия на основе М. Захват цели осуществляется в штатном режиме по команде СКП полка, выдающей информацию об азимуте и дальности до цели с привязкой к точке стояния РПЦ. При этом РПЦ автоматически разворачивается в нужную сторону и в случае не обнаружения цели переключается в режим секторного поиска. После обнаружения цели РПЦ определяет дальность до нее с помощью фазокодоманипулированного сигнала и сопровождает цель по дальности. В случае захвата цели головкой ракеты выдается команда на пуск. В случае постановки помех ракета наводится на источник излучения, при этом станция может не подсвечивать цель. Дальность выставляется вручную. В случаях, когда мощности отраженного сигнала не хватает для захвата цели ракеты и на позиции предусмотрен пуск с захватом цели в воздухе. Для борьбы с низкоскоростными целями существует специальный режим работы РПЦ с ЧМ, позволяющий их сопровождать. Другие РЛС П-14,5 Н, 84 А, 44 Ж6, РЛС раннего обнаружения, 5 Н, 87 Ж6, РЛС раннего предупреждения, 5 Н, 87 М. Цифровая РЛС П-35, 37 РЛС обнаружения и сопровождение П-15М, РЛС обнаружения, модификации комплекса, с 200 Ангара, ракета 860 или 860 П, принят на вооружение в 1967 году. Дальность 160 км, высота 20 км, с 200 В Вега, помехозащищенная модификация комплекса, модернизированный стрельбовый канал, командный пункт к 9М, применена модифицированная ракета 860 ПВ, принят на вооружение в 1970 году, дальность 180 км, минимальная высота цели снижена до 300 метров, с 200 М. Вега-М, модернизированный вариант с 200 В, в части применения унифицированной ракеты, 880 секунд, осколочно-фугасной или 880 Н с ядерной боевой частью, использованы твердотопливные стартовые ускорители, дальняя граница зоны поражения увеличена до 240 км, высота цели 0,3-40 км. Испытание проходило с 1971 года, помимо ракеты, изменениям подверглись КП, поэкабинок 3, с 200 В, Вега-Э, экспортный вариант комплекса, ракета 880 Е, только осколочно-фугасная БЧ, дальность 240 км, с 200 Д, Дубна, модернизация с 200 в части, замена РПЦ на новые применения, более помехозащищенных ЗУР 5 Вольт, 25 Вольт, 880 М или 880 МН. Дальность увеличена до 300 км, высота целей до 40 км. Разработка началась в 1981 году, испытания проходили в 1983-1987 годах. Серия выпускалась в ограниченном количестве, на вооружении Азербайджан-Азербайджан, 4 ПУ с двумя стами на вооружении по состоянию на 2016 год. Белоруссия-Белоруссия, с 200 стационарного базирования на вооружении по состоянию на 2016 год. Болгария-Болгария, на вооружении по состоянию на 2016 год. Иран-Иран, 10 пусковых установок с двумя стами на вооружении по состоянию на 2016 год. Казахстан-Казахстан, 60 ПУ с двумя стами на вооружении по состоянию на 2016 год. КНДР-КНДР-38 с 200 по состоянию на 2016 год. Ливия-Ливия, 4 бригады ПВО включающие 2 дивизиона по 6 ПУ с двумя стами на вооружении по состоянию на 2010 год. ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬШИ-ПОЛЬ Дальнего перехвата Дальнего перехвата До ноября 2013 года Затем полностью сняты с вооружения Все комплексы и утилизированы Эксплуатация Из реальных специфических целей Для системы С-200 оставались Только скоростные и высотные разведчики СР-71 А также самолеты Дальнего радиолокационного дозора И постановщики активных помех Действующие с большего удаления Но в пределах радиолокационной видимости Неоспоримым достоинством комплекса Было применение самонаведения ракет Даже не реализуя полностью Свои возможности по дальности С-200 дополняло комплексы С 7-10, 5-ю и 125 секунд Радиокомандным наведением Существенно усложняя для противника Задачи ведения Как радиоэлектронной борьбы Так и высотной разведки Особенно явно преимущества С двумя стами над указанными системами Могли проявиться при обстреле Постановщиков активных помех Служивших почти идеальной целью Для самонаводящихся ракет С-200 По этой причине Долгие годы самолеты-разведчики США и стран НАТО В том числе СР-71 Были вынуждены совершать Разведывательные полеты Только вдоль границ СССР И стран Варшавского договора С начавшимся в 1980-е годы Переходом войск ПВО На новые комплексы с 300 Система с 200 Начала постепенно сниматься с вооружения В середине 1990-х Комплексы с 200 Ангара и с двумя стами вольтами Вега Были полностью сняты С вооружения войск ПВО России Строю осталось лишь небольшое число Комплексов с 200 После распада СССР Комплексы с 200 Остались на вооружении Ряда бывших союзных республик Происшествия На учениях 4 октября 2001 года В результате ошибочного наведения Ракета украинского дивизиона с 200 Располагавшегося у мыса ПУК в Крыму Сбила гражданский самолет Ту-154 авиакомпании Сибирь Летевший из Тель-Авива В Новосибирск Погибло 78 человек Боевое применение Первые комплексы с 200 Были поставлены за границу Только в 1983 году В Сирию Существует версия Что зимой того же года В Сирии комплекс с 200 Избил израильский самолет Дальнего радиолокационного Обнаружения Е-2С Хоккай Подтверждения этому нет Скорее всего Хоккай Исчез с экранов Сирийских радиолокаторов После того Как быстро снизился Обнаружив излучение Радиолокатора Подсвета Целей с двумястами В У Израиля имелись Всего 4 Хоккай Эксплуатировавшиеся До 1990 Годов Фотографии всех Четырех машин Сделанные после 1983 года Публиковались в печати Три самолета Впоследствии Были проданы Мексике А четвертый Экспонируется В музее ВВС Израиля 6 декабря 1983 года Сирийский ЗРК С 200 Управляемые Советскими Расчетами Сбили 1 или 2 Израильских БПЛА МКУМ-74 В 1984 Году Этот комплекс Приобрел Оливия 24 марта 1986 Года По ливийским данным Комплексами с двумястами В надводами Залива Сидра Было сбито Три американских Штурмовика Два из которых Были А6Е Интрудер Американская сторона Провергла эти потери В СССР Тремя организациями Было проведено Компьютерное Моделирование Боя Давший вероятность Поражения Каждой из Воздушных Целей В диапазоне От 96 До 99 Процентов Комплексы С 200 все еще Состояли на вооружении Ливии Накануне военной Операции НАТО В 2011 Году Однако Об их применении В ходе этой войны Ничего не известно